Дорогие братья и сестры! Сейчас на экране вы видите 18-летнего парня из Украины, Антона. Сейчас мы спросим у Антона, как он вообще попал на Афон и чем он здесь занимается. Из Украины приехал из-за войны в Грецию. Потом попал на Афон в храм Святого Мухотни-Имона. Потом пошел пешком из Григориата в Скид Святой Анны. Со скита Святой Анны пошел на вершину горы. Познакомился с интересными людьми, с добрыми и добродушными монахами. После чего отпустился и вернулся обратно в Скид Святой Анны. И меня приютили, накормили, дали жилье. После этого сел на лодку и продолжил свое путешествие. Антон, хочу спросить у тебя, твои планы на будущее? Вот как ты вот пришел, увидел сад Богородицы, вот ее красоту, вот ее благодать здесь. Вот хочу спросить у тебя, планы на будущее твои какие? Мне очень нравилось это место. Оно поражает своей духовностью и красотой. Я хочу изучить этот полуостров полностью, чтобы другие люди, паломники, тоже приезжали сюда, получали удовольствие, получали умиротворение. И чтобы наслаждались этим живописным местом, в чем я обязательно буду им помогать. Антон, скажи нам немножко о себе. Мне 18 лет. По профессии я финансист. У меня в Киеве остались мой брат, младший и сестра. Также осталась мама. Отца у меня нет, к сожалению. Господь уберег его души. После того, как полностью изучу Афон, стану чуть старше, мудрее. Хочу продолжить свой путь в своей профессии, помогать людям, давать им рабочие места и делать этот мир хоть немножко на лучшее. Антон, скажи, как у тебя появилась первая мысль приехать на Афон? Вообще, кто тебе подсказал? Потому что ты молодой, тебе сейчас 18 лет. Откуда ты узнал вообще про святой Афон? Узнал. Моя семья, она постоянно ходила в храм. Меня с детства приучали к любви к Богу. Я почувствовал это. Когда приехал в Грецию, подумал, почему бы не прийти сюда, почистить свою душу, помолиться. Может осознать немножко больше о своей жизни. Может получить ответы на те вопросы, которые так долго держали меня везде, в моей голове. И у меня все получилось. Еще я хочу спросить, Антон, что бы ты вот, как скажем, что бы ты сказал своим соотечественникам, своим ровесникам, молодым, которые живут в Украине, в России, в Молдавии, в Белоруссии, которые будут смотреть этот канал. Соотечественникам я могу сказать только одно. Главное быть снисходительными, добрыми и дружелюбными друг к другу. Потому что если не поможем друг другу мы, нам больше никто не поможет. Если вы хотите, у вас закралась мысль поехать на Святую Гарлафон, обязательно сделайте все для этого, чтобы сюда попасть. Оно того стоит. Не задумывайтесь ни о чем. Здесь нет никакого места деньгам или эмоциям, или злобия. Здесь есть только душевность, духовность и молитва. Антон, я бы хотел попросить тебя... Я, может, и не пойму, может, потому что это немножко другой акцент. Но я хотел бы что-то по-украински сказал своим ровесникам, одноклассникам, друзьям, родственникам, которые находятся сейчас на данный момент в Украине. И вот переносят вот эту боль, которая происходит на данный момент. Я хочу, чтобы вы запоминали, что весь Афон молится за нашу, за всю Украину, за наш народ, за нашу победу, за то, чтобы все было мирно и доброе. Я надеюсь, что все это, что вы увидели в этом году, мы больше никогда не увидим и не чувствуем этой боли. Это очень тяжелый был для нас. Но мы выкарапливались с него. И весь Афон нам в этом помогает. Как морально, материально, молитвой и делом. Дорогие братья и сестры, вот просто при первой возможности, как я вот познакомился с этим парнем, очень прекрасным, замечательным, с Украины. И я вот решил с первой руки спросить, как вот он себя чувствует. И вообще вот спросил и, конечно же, об Украине, какие там обстоятельства. Я хочу от себя тоже передать, чтобы скорее бы прекратилось вот это братское правопролитие. Потому что это братья, и мы тоже греки православные братьями все. Поэтому я тоже от себя бы хотел, чтобы побыстрее прекратилось это все. И жили мы все в мире любви, как нам говорил Христос Бог Господ. Вот. На этом, дорогие братья и сестры, мы продолжаем свое паломническое путешествие. Вот с вами я познакомил и Антона. Если что-то надо будет вам узнать, вы можете узнать через него. Потому что он останется здесь и будет дальше учить это, изучать это место и будет вас сопровождать и показать вам эти благословенные места на фоне. Будьте все здоровы. Счастья и мира над головой всех. Иен Гебруем. Вы подписаны на самый лучший канал. Пусть благодать сходит вас во время каждого видео. Аминь.